В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куклева. О тех событиях недели, которые стали значимыми в жизни рязанцев, в течение следующего получаса расскажут наши авторы. Вот некоторые темы этого выпуска. На пороге экологической катастрофы на полигоне Турлатова по-прежнему фиксируют ввоз опасных токсичных отходов. Причиной взрыва автомобиля в Рязани стало взрывное устройство. В городе разгорелся новый жилищный скандал. И продолжаются рейды по изъятию из торговли спиртосодержащей продукции. Громкое событие этой недели. В центре города взорвался автомобиль, за рулем которого была женщина. Первые предположения, что причиной взрыва могли стать неполадки в топливной системе авто, не подтвердились. Уже на следующий день стало известно, что в машине сработало прикрепленное к днищу взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Вчера днем на улице Свобода в центре города взорвался внедорожник Сузуки Гранд Витара, за рулем которого находилась председатель ряда ТСЖМ Светлана Грачева. Товарищества, находившиеся в ведении женщины, располагаются недалеко от места, где прогремел взрыв. Известно, что на протяжении нескольких лет Светлана Грачева судилась с одной из управляющих компаний. Также долгое время конфликтовала с поставщиком коммунальных услуг. ТСЖ «Авангард», который возглавляет Светлана Грачева, получил всероссийскую известность после взрыва бытового газа в доме в первом осеннем переулке. У Светланы Грачевой был серьезный конфликт с собственником котельной Дмитрием Трифоновым. Региональный отдел Следственного комитета по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», совершенное общественно опасным способом. Установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновных лиц, в том числе назначены взрывотехнические экспертизы. В качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельностью, либо личной жизнью потерпевшей. В настоящий момент Грачева находится в областной клинической больнице. Потерпевшую прооперировали и заверили, что она будет не только жить, но и нормально ходить. В СМИ до этого появилось сообщение, что женщине ампутировали стопы, но официальный источник опроверг данную информацию. Расследование уголовного дела продолжается. Несмотря на протесты экологов, возмущение общественности, решение судов, деятельность полигона в поселке Турлатово никогда полностью не прекращалась. Сейчас, по данным активистов Общероссийского народного фронта, здесь незаконно проходит утилизация отработанной серной кислоты. Но угрозу экологии всего региона, который несет с собой захоронение на полигоне опасных отходов, обратили внимание сотрудники ФСБ. Совместно с природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором они взяли здесь пробы источной воды, грунта и воздуха. История с накопительной площадкой промышленных отходов в районе Турлатова длится уже с 2011 года. В 2013 областной суд постановил, что утилизация и хранение каких-либо отходов здесь запрещена. Между тем, экологи продолжают фиксировать попадание химических отходов в реку Листвянку. Речь идет об обследовании территории бывшего завода «Химволокно». С инспекции на территорию бывших очистных сооружений завода отправилась комиссия, в которую входят правоохранители, надзорные органы и представители Общероссийского народного фронта. Именно последние обратились в природоохранную прокуратуру Рязанской области, Росприроднадзор и руководство региона с просьбой закрыть полигон рискованных отходов в Турлатове. Ежедневно сюда прибывает от 5 до 15 большегрузов с аварийно-опасными химическими веществами. Каждый день сюда ходят машины, привозят серную кислоту, концентрированную, отработанную, 77%. Это второй класс опасности. Можете посмотреть на карте Google или Яндекс, или вот съемки с квадрокоптера. Там в 50 метрах в одной канал – это исток реки Листвянка. Массивный забор, колючая проволока и камеры видеонаблюдения. Объект надежно защищен от посторонних, но с высоты птичьего полета отлично видно, что происходит по ту сторону высокого забора. Не, ну дорога наезжена больше. Вот сейчас я вам покажу. Справа от этих ванночек. Здесь вот что-то выбрасывает и, походу, разравливает. Результаты проб воды, воздуха и почвы с полигона промышленных отходов будут известны не раньше, чем через 10 дней. Нарушения природоохранного законодательства здесь фиксировали не раз. С 2009 года на полигон незаконно было завезено более 1000 тонн пестицидов, ядохимикатов и нефтепродуктов. Все проведенные отборы проб подтверждали, что полигон наносит колоссальный экологический урон окружающей среде. И для никого не секрет, что от деятельности Турлатовского полигона страдает огромнейшее количество людей. Марина Комиссарова, Алена Куколева, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». В Рязани разгорелся новый жилищный скандал. Жители сразу двух многоэтажек по улице Политаева вышли на митинг против вырубки деревьев вдоль домов. Недавно прямо у них под окнами началась большая стройка. Площадку, на которой должен появиться новый жилой дом, за несколько дней обнесли забором. Приступили к вырубке аллеи деревьев. Причем жильцы узнали об этом только после приезда строительных бригад. Анна Герцовская попыталась выяснить детали ситуации. Жители домов в районе улицы Политаева в Горроще одними из последних узнали, что во дворе у них вместо детского садика, который примерно 20 лет назад закрылся и позднее превратился в институт, теперь появится 12-этажный дом с подземной парковкой. То есть машина будет тут, будет сплошная у нас трасса. У нас район тихий, спокойный, здесь садики, это первое. Пенсионеры все живут. Дайте детям садик, дайте школу или что-то сделайте детям, старикам сделайте хотя бы спортивную площадку. Негде детям гулять. Ранее неподалеку были построены новые дома. Застройщики обещали организовать общие детские площадки для всех жителей. Не только у одной девятиэтажки, но вот и у второй большой, там нет вообще никакой площадки. И вот они с детками ходят, приходят пока вот сюда. Так что дети играют во дворах старых жилых домов. Местные жители удивляются, почему этот бывший детский садик не пытаются восстановить, сделать из него хотя бы ясли, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях. Ведь, как известно, с двухлетними детьми эта проблема остается открытой. И, конечно, все собравшиеся недовольны вырубкой деревьев, особенно восьми огромных елей. Год назван, президентом назван, год экологии. Но какая же это экология, если на наших глазах, без нашего спроса, выпиливается такое количество хороших деревьев, теперь мы беспокоимся о судьбе этих голубых елей, и никому это не волнует, это никого. Ну как же это такое? А почему не спрашивают с нас? Мы что, здесь не люди? Именно с вырубки деревьев началась подготовка площадки к строительству нового дома. Бензопилы заработали вечером в понедельник. Это и привлекло внимание местных жителей. На месте у подрядчика нам удалось выяснить подробности. Вот разрешение строительства. Выберем администрации города Реза. Какого числа выберем? 30 декабря 2016 года. 20 января жители собрали подписи, чтобы отнести их своему депутату с тем, чтобы установить, правомерно ли это строительство и сделать все возможное, чтобы остановить процесс. Примечательно то, что спиливались деревья прямо на фоне приемной депутата Худякова Романа Евгеньевича. По совместительству он, к слову, председатель комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам. И член комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству. Точно так же, как вы. Я хочу понять, во-первых, что здесь будет строиться. Во-вторых, законность этого строительства. Спустя некоторое время среди собравшихся появился и представитель рязанской фирмы-застройщика «Комфортное жилье». В ту счастливую минуту, когда встретились все стороны, их представители отправились на переговоры в приемную депутата. У нас, в первую очередь, конечно, задачи ни с кем ссориться нет. У нас задача, начатая нами, довести до конца, ну и, соответственно, что-то сделать для города. Застройщик заверил, что благоустроить не только свою, но и муниципальную территорию, организуют пешеходные дорожки, будут посажены деревья. Мы для себя четко приняли решение, что мы такие же ели посадим на нашем земельном участке, и со временем они тоже вырастут. Договоренности с администрацией обязаны были быть, потому что непосредственно, несмотря на то, что ели эти растут на вашей частной территории, компенсационная выстука должна была быть. Поэтому, если она будет, я имею в виду не ваши слова, а договоренности, закрепленные договором с администрацией, мы должны увидеть. Как случилось, что до начала строительства вопрос с елями, липами и тополями не обсуждался, неизвестно. Мнение жителей также никто не спросил. Но одно уже точно понятно, что после этой встречи представителям власти, горожанам и строителям нужно будет продолжать взаимодействовать. Ведь вряд ли процесс строительства нового жилого комплекса «Бизнес-стандарта» под названием «Горожанин» будет остановлен. Из-за массового отравления людей, спирта, содержащей жидкостью боярышник в Иркутской области, проверки участились по всей стране. Региональный Роспотребнадзор продолжает бороться с продажей этого опасного напитка. Так у рязанских предпринимателей изъяли более 15 литров спирта, содержащих настоек. Волна утихла, но профилактика и оперативная работа продолжается. Торговцы фанфуриками. Именно так называют боярышник на сленге. Ушли в глубокое подполье, говорят в Роспотребнадзоре. Впрочем, звонки с жалобами поступают в дежурную часть нередко. В Роспотребнадзоре действует горячая линия. Не отреагировать на это просто не могу. Когда в родном моем районе вижу, что люди покупают эту продукцию. Так что, пожалуйста, примите меры. Спасибо за звонок. Мы обязательно отреагируем и немедленно проверим вашу информацию. Более 300 торговых точек за три недели проверил Рязанский Роспотребнадзор на наличие на прилавках спирта, содержащей непищевой продукции. Запрет на продажу действует по всей России с 26 декабря. Ввели его после массового отравления жителей Иркутска спирта, содержащими настойками. Тогда погибло более 70 человек. В Рязанской области фунфырики обнаружены у 14 предпринимателей. В результате наших действий снято с реализации около 15 литров этой спиртосодержащей непищевой продукции. На 94 продукции наложен арест. Алкоголь надо продавать в магазине. Лекарственные спиртосодержащие продукции надо продавать в аптеках. Этот запрет уже принес положительные результаты. И хотя в Рязани пока не зарегистрировано ни одного случая смерти или массового отравления спиртосодержащими жидкостями, рейды и профилактики будут продолжаться. Поэтому рязанцам рекомендуют обо всех фактах незаконной торговли или распространения контрафактного алкоголя немедленно сообщать в полицию или Роспотребнадзор. Нет ничего более постоянного, чем временные трудности. Еще в 50-е годы одно из предприятий тогда еще Советского Союза построило в поселке строитель общежития для рабочих. Сейчас там по-прежнему живут люди. Только вот уверенности в завтрашнем дне у них нет. И дело не только в отсутствии простых коммуникаций. Не раз крыша этого здания проваливалась и становилась причиной несчастных случаев. На месте побывала наш корреспондент. Дом на Качевской, 18-я, в поселке строитель, по словам жителей и самого председателя ТСЖ, не стоит на балансе и не принадлежит ни одной из управляющих компаний. Раньше люди боролись, чтобы наш дом передали, ну как, чтобы жил какой-то обслуживая. А жил, не надо его брать. Жил, не хочет брать этот дом. Зачем еще один сарай, старый? Старый сарай. Это дом из 37 комнат, в каждой из которых есть раковина, спальные места, в притирку стоит мебель. Люди пользуются электрическими плитами. Газ был отключен в далеких 80-х после расселения дома. Я начала заниматься этим домом, собирать документы. Оказывается, в 1953 году построили дом химволокно. Построили его как времянка. Здесь люди жили, потом получили жилье в дошках песочных. И этот дом стоял без окон, без дверей. Тут появилась какая-то организация, подшаманили, подделали и начали продавать эти комнаты. В 90-х здесь вновь появились люди. Жильцам самим пришлось подключать свет, воду. И по сей день они своими силами ухаживают за домом, боясь лишний раз поставить что-то тяжелое на пол или дать порезвиться детям в коридоре. Уже трижды в этом здании происходили обрушения крыши. Один случай закончился трагедией. Погибла женщина. Это произошло в одной из комнат 2009 года. То есть 9 мая, где-то в часов 10, наверное, пошло у нее обрушение. Мы просто не успели ее, потому что бабушка была инвалидка. Пока мы комнату взломали, то есть уже лавина пошла с потолка. И придавила насмерть. Потом в 2010 году то же самое. Такая же ситуация у нас была только в другом короле комнатки. Я проживаю с двумя детьми, мне как бы страшно за своих детей. То, что не сегодня, не завтра придавят как бы моих детей. Вот что думает на этот счет председатель ТСЖ. Крыша провалилась. Ну, провалилась. И что же? По словам жителей, половину стоимости ремонта крыши оплатила администрация города, другую они сами. Не так давно обрушение произошло в еще одной комнате. Жительницу спас натяжной потолок. При этом председатель ТСЖ ежемесячно собирает средства на ремонт дома. Заставляют людей собирать по 200 рублей. Что значит собирать? То есть эти деньги уходят в никуда. Мы один раз собрали собрание. На что он нам ответил? Что он эти деньги просто-напросто пробивает, скажем так. Куда же эти деньги уходят на самом деле, не знают сами жильцы. Дом снаружи стянут канатом, который держит эти скобы, иначе здание развалится. Из ремонта стоит отметить заштукатуренную стену в душевой комнате и заново положенную плитку. Душ один на все 37 комнат. Раньше в стене была сквозная дыра на улицу. Жители периодически красят здесь плитку, стараются следить за помещением. Но они не могут установить обрушение потолка и стен. От этой антисанитарии, которая творится в доме, у жильцов масса проблем. Канализацию чистят они сами. Между стен дыры, подвала как такового нет. Отопление к дому подключается сразу с улицы. У нас атаковали крысы. У нас ходят табуном крысы, не дают нам никакого покоя. Здесь проживают в основном многодетные семьи. Матери-одиночки, пожилые люди. Крысы, тараканы, мыши. Дети этого боятся. Не спят одни в своих кроватках, а забираются к родителям. Кроме того, дети имеют различные заболевания. Именно из-за условий проживания. Сырость, духота. Так же, как и старший сын Марии. Абронхиальная астма. То есть, врачи рекомендуют съехать. Но съехать я никуда не могу. По всем проблемам, они неоднократно обращались в различные инстанции. Для того, чтобы их дом вновь признали аварийным, им необходимо создать межведомственную комиссию. Для этого осталось провести независимую экспертизу стоимостью около 60 тысяч рублей, которые жильцы собрать не могут. С начала года список неблагополученных семей пополнился новыми именами. Сейчас только в железнодорожном районе. В нем числятся около 30 семей и 19 подростков. В зоне риска традиционно находятся семьи, где матери страдают алкоголизмом. На неделе в ходе рейда комиссия по делам несовершеннолетних проверила семь из них. Сложные отношения в семье, грязные стены и тараканы. Комиссию по делам несовершеннолетних не удивишь ничем. Сегодня в ходе профилактических мероприятий они посетили семь семей, где условия жизни детей вызывают серьезные вопросы. Всего же на учете только в железнодорожном районе города состоит 26 семей. В них воспитываются 46 несовершеннолетних. Однако родители не всегда хотят нести за них ответственность. Как правило, попадают те родители, в основном мамы, которые злоупотребляют спиртными напитками. Тенденция такая есть. Есть пьющих женщин очень много. Но отсюда все последствия. То есть не считают нужным, иногда даже не считают нужным и накормить ребенка. В комиссии по делам несовершеннолетних родители негласно делят на две категории. Тех, кто попадает сюда случайно, им, чтобы изменить модель поведения, обычно хватает нескольких бесед и помощи в содержании ребенка. Например, в виде горячей пищи и путевок в детские лагеря. Однако есть и те, кто проблем в семье не замечает. Они могут поднять руку на ребенка, забыть о нем, не водить в школу и многое другое. Женщины, которые имеют несовершеннолетних детей, ну где-то, я бы сказала, может быть от 33 до 45. У нас было всего две семьи, где и отцы стояли на учете. Вот как правило, эти женщины разведенные, матери-одиночки. Вот как правило, эта категория. Неблагополучные семьи посещают раз в месяц. Если они продолжают вести асоциальный образ жизни, то их могут лишить родительских прав. В 2016 году к двум матерям пришлось применить подобные санкции. Детей буквально спасли от голодной жизни и передали в школу-интернат. Однако, если родители готовы исправиться, то им максимально идут навстречу. Ведь ничто в этом мире не может заменить материнскую любовь и тепло домашнего очага, даже если взрослые немного запутались и оступились. Главное – желание все исправить. Чипирование домашних животных в европейских странах давно стало такой же нормой, как прививки от бешенства. Предлагают эту процедуру и в России. Некоторые владельцы давно воспользовались возможностью вживить микросхему своему любимцу. Процедуру проводят, кстати, не только для кошек и собак. Чипируют птиц, ящериц и даже рыб. Зачем это нужно, разбиралась наш корреспондент. Сегодня в одной из ветеринарных клиник эта пятимесячная кошечка прошла через процедуру чипирования. Ее хозяйка – заводчик канадских сфинксов Татьяна Шитова считает, что процедура необходима для всех домашних животных. Самое главное – это идентификация животных и поиск его владельцев. Потому что в жизни бывают разные ситуации, и не только собаки, но и кошки иногда теряются. Кошка может выпрыгнуть из окна, кошка может выскочить в дверь, хозяин может не заметить. Благодаря чипированию мы можем найти владельца и уменьшить количество потеряшек в нашей стране. Животным под кожу вводится специальный чип размером с рисовое зерно. Он обработан антимиграционным покрытием, что предотвращает отторжение и перемещение микрочипа под кожей. Процедура выполняется, как обычная инъекция, практически не вызывает болезненных ощущений. У меня вот сфинксы, они обычно даже и не реагируют. То есть они там заживают это все элементарно. Маленькая-то дырочка, она закрывается абсолютно самостоятельно. Никаких рукцов и шрамов, хотя у меня как бы животные голенькие, то есть и шкурка неприкрытой шерсти. В этот же день животные чувствуют себя хорошо. Одного такого чипа, на который занесена вся информация о нем и его владельца, хватает на всю жизнь животного. Сейчас процедура выполняется в России все чаще, ведь во многих странах чипирование обязательно. Для вывоза животных из территории России, естественно, это обязательно. Ни одна страна просто не примет это животное, но и наши таможни его тоже не пропустят. Для всех животных существует единая база данных. Так что если чипированный редкий попугай без ведома хозяина улетит за границу, иностранцы, скорее всего, считают с него данные и свяжутся с владельцем. Даже в эту клинику часто люди приносят потерянных чипированных животных. Специальный прибор считывает его номер, и в базе данных моментально отображается вся информация о хозяине. Что касается, например, нашей Рязанской области, это, опять же, очень важно. Мы обязательно чипируем до прививки от бешенства. То есть, опять же, и доктора, и животные потом уезжают. Мы точно знаем, что именно это животное было привито от бешенства. А ситуация с бешенством, сами знаете, не очень благополучна. И в стране, и в нашем конкретном регионе. Еще один плюс. При покупке породистого животного заводчик не может обмануть владельца и подменить выбранного питомца. Планируется, что в России в следующем году будет создана единая система идентификации домашних и фермерских животных. Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу. Например, в случае с пчелами. Всю пасеку разом. Животному будет присвоен уникальный 15-значный буквенно-цифровой идентификатор. Маркировать животных можно будет по-разному. С помощью чипа, бирки, татуировки и других методов. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу. Под исключение попадают и дикие звери, обитающие в естественной среде. Во дворе одного из домов на Касимовском шоссе появился настоящий каток. Его сделали не местные власти и не депутаты, а активные родители. В народе он уже получил название – «Папа может». Ведь все работы от расчистки территории до восстановления освещения провели собственными силами. Подробности далее. Золотые руки и довольные дети. В Дашково-Песочне на конечной 20-го автобуса появился каток. Его сделали местные жители. В течение двух недель каждый вечер инициативная группа из восьми пап после работы выходила на улицу, чтобы порадовать жены детей благоустроенной площадкой. Но результат превзошел все ожидания. За месяц своего существования каток стал центром культурной и спортивной жизни района. А что больше всего нравится делать? Ну, кататься. А одна катаешься ли с кем-то? Ну, с мамой, с папой. Дружины какие-нибудь. Катали на коньках. Приходят люди с соседних дворов также. Ой, у вас тут каток. Приходили ребята, 15-летние, которые катали здесь. Ой, здесь вообще классно, здесь офигенно. Ну, мы сами рады. Нам тоже очень приятно, когда к нам подходят люди и говорят, спасибо вам большое. В народе каток уже получил символическое название «Папа может». Место для него выбрали не случайно. Больше 30 лет назад здесь уже была прекрасная хоккейная коробка. Но годы ее не пощадили. После перестройки от нее остался только бурьян и электрические столбы. А в разбитых плафонах поселились птицы. Родители пробовали обращаться к местным властям, но бумажная волокита отняла много времени и сил, а результата не принесла. Тогда за дело взялись папы. Они расчистили территорию от снега и из шланга залили ее холодной водой. Мы заливали в район двух недель. Потихонечку, потихонечку. Не то, что сразу там налили, пытались выравнивать. Чистить постоянно, запроливали. Проливаем маловато, конечно. Побольше поливать бы его. Потому что толщина льда на самом деле еще не такая, какая должна быть. Сантиметра 4, наверное, да? Не больше. А так, вроде как, читали в интернете, это от 10 должно быть. Уличное освещение тоже восстановили сами. Один из пап оказался электриком. Вместе с сыном они закупили необходимые провода, поменяли разбитые лампочки, перебрали начинку у неработающих плафонов, и произошло чудо. Электричество провели из дома, подключив провода к общедомовому счетчику. Радости детей нет предела, ведь их двор стал одним из немногих, где можно гулять и играть в вечернее время при хорошем освещении. На проведение всех работ ушло около 12 тысяч рублей, но останавливаться на достигнутом папы не готовы. Вообще хотим, чтобы была она полноценная, была она с бортами, была она в футбол, в футбол там даже баскетбольные кольца поставить детям, потому что даже дети приходят и говорят, ну что, было бы, мы выходили бы. Сейчас они надеются на помощь властей, потому что боятся, что собственных сил на дальнейшее облагораживание может не хватить. И, конечно, ждут таких же энтузиастов. В данный момент каток открыт для всех желающих, как взрослых, так и детей. Он расположен во дворе дома номер 52 на Касимовском шоссе. Территория позволяет кататься на коньках, играть в хоккей и просто весело проводить время. 68% рязанцев верят в светлое будущее и считают, что следующее поколение россиян будет жить лучше нынешнего. Исследование распространил финансовый университет при правительстве России. Оно проводилось в три волны. В каждом городе опросили не менее 600 человек. Галина Ершова решила перепроверить столь радужные данные и пообщалась с жителями нашего города. Ну, конечно, надо всегда верить лучше. И надеемся, что они будут жить лучше, чем мы. Чтобы самый главный был мир и не было чего-то войны. Знаете, вот так вот очень надеюсь, но не верю. Человек всегда же движется в развитии, правильно? Она же никогда не деградировала. Еще никто в безземном не превратился у нас. Все лучше и лучше. Все надеемся. Ну, уж умирай скоро, мы все надеемся на светлое будущее. По каким критериям можно, на ваш взгляд, определить, что будущее стало лучше, что светлое? Люди свободнее стали. Меньше работают, труд более оплачиваемый. Чтобы достаток был всегда, как говорится, не нуждаться в чем-то, чтобы было купить, чтобы здоровье было, чтобы можно пойти, как говорится, полечиться как следует, чтобы встретили. А то придешь, скажешь, у вас возраст. В 40 лет придешь, все возрастное, и в 60 с лишним будет все у нас возрастное. Улучшение жизни людей. Не на такие вот грязные дорожки, тротуары, как мы сейчас наблюдаем, а, скорее всего, на более лучшее что-то. Я думаю, чтобы коллапс этот автомобиль не разгрузился, я думаю, что, скорее всего, наша молодежь разовьет все-таки, и мы скоро будем летать на аэроавтомобилях. Вы знаете, по преступности сейчас она понижается, безусловно. По развитию, да, тоже добавляем. По уровню доходов. Будет меньше плохих поступков, люди больше будут делать хороших и не будут ссориться. Мы с вами без высоких чинов, как можем помочь построить отцветное будущее? Что можно сделать самим? Голосовать. Ну, просто надо быть добрее друг к другу, и все. Ну, сейчас молодежь более раскованная, более уверенная, более информирована, поэтому я думаю, что вся надежда на них, все в их руках, пожалуйста. Добрее быть друг к другу, наверное, относиться с пониманием друг друга. Меньше обманывать. То, что у нас очень много в России происходит обмана, обман, кругом обман. Поэтому быть честнее, добрее, будет лучше. Что бы вы хотели, может быть, пожелать современному поколению, следующему поколению, чтобы они жили действительно хорошо? Ну, чтобы хорошо, чтобы поактивнее были. Ну, как-то все-таки сообща, в общем, строили, интересовались жизнью. Создаем семью, светлое будущее, что бы. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова